сегодня 23 октября время у нас что 20 минус 6 мы уже помолились как всегда встаем 4 40 я пораньше я раньше ложусь и вот первый урок с никитой я сказал дед крючитом поморит у нас чтобы не ловилась вчера я был в шарчино ровно через три недели только они дали доски которых не доставало нас задержали уже минусовое время идет мы не можем не выехать прокопанную где воде течь заложить там не можем досками сделать короб и все-таки вчера поехали туда я там заснял сам процесс как они пилят они для нас уже там заготовили 23 доски в одном месте потом было здесь еще несколько досок добавили 28 где-то 51 все-таки изготовили выехать нельзя было дождь развезло дорогу я не у нас нету тракта должен быть полноприводной как беларусь впереди задние ведущие были но позвонили и горе там что-то стиль его и они так вот направил и часа два ехал он шарчино там 23 километра ему так говорят приехал ну вот я все это заснял и вечером показал вам ты видел это видео дело в общем что для меня передо мной стоит задача тебя устроить на работу когда мы вернемся в барнабул не будешь сидеть вот так сначала то 2 кармашек какой-то никогда не было и вот это я тебе говорю вот на лесопилки как работают рабочие одни работают там поближе которые одинаково всего них но видимо тоже нужен материал короткий как каратель на что-то там на штахет или где-то молодые работают ребята а там работает один с каким-то нерусским туркменом и вот я все засняла прошлый раз я спросил это ничего что снимать да нет снимайте вот я все как они берут древно как поднимают и это видел и вот как они там делать но переключать это показать там не видно где-то она автоматически как электроника какой толщины доска будет как туда идет нож сколько он движение все хоть одно движение он сделает не так они делают часто синхронно вместе закрепляют все вместе доски поднимают несут от этого зависит количество сколько и качество как пилу можно сломать там это лента идет она лентой пили где-то я еще спросил это который начальник над ним он хороших таких установились отношения я говорю сколько вот он кто там тащит пилит а теперь обратно вот и сколько же он проходит да кто это знает ну у меня математические такие не просто навыки я говорю тогда а сколько они вырабатывают ну 5 кубометров это норма норма меньше значит поползло вниз я же явишься получишь вот что он говорит от 8 до 15 ну если не запьют них не пьют если не загуляют как-то так сказал он вот они тут же курят тут опилки ничего не загорится прям здесь же курят там опасности нет конечно такие заходят они иногда в курилку там где-то ты среди них я знаком с ним и решил тебя устроить тебе показалось трудно эта работа нет ну такая активная работа так ума много надо там они меняются между собой то один стоит на управление на пульте то 2 ну надо конечно ума надо я сказал ты сможешь там работать то здесь ты тебя это задело ну чё ты меня за кого вроде считаешь ты еще ответил не задело меня вовсе но хорошо ты еще ответил что смог бы нет а как ну не смог бы на этой должности ну какой должности там пилить какая там должность он пришел с улицы показали он уже дальше пошел это делает любое сейчас домашних ну дома сделали гараж были мы в шахтах у суворова павла николаевича и он это делает дома там лесопилку сделали бревна привозят ему привозят где готова поднимают все точно так же это мы бы ехали по румынии и увидели там такая холупенка стоит и они наружу вдвоем туда сюда ходит я подумал ничего себе каждую доску надо сопровождать и отпилить а посмотрел на заводах сейчас так раньше были пилы вот так пилили вертикально там внизу помещение опилки сыпется бревно тащило такое рубчатая вал ребуха называлась я работал немножко на ней видел а сейчас по-другому ну на эту работу я вчера тебя бы пристроил допустим барнауле пойдешь работать трудная работа в чем она трудная я так никогда не работал таких дорогу и те которые там работает никогда не работали и все которые учатся где-то и даже до президента никогда не работал но вот он теперь президент на президентах не учат а избирают а здесь с улицы приняли его показали ему ка попробуй попробовал все вот я был заключение лагерь жанатас джамбульской области так там пошивочные щут матрасы и фуфайки так смотри вот фуфайка вот этот твоя машинка теперь ты сидеть здесь будешь сидя работает машинка вот это отключается ногой ножная машинка вот так вот ты понял не понял ты не можешь ответить понял если не понял со всей силы сразу тебя бьет ответ неверный повтори но я не могу так снова бьет не понимает второй рядом стоит черенок лопаты у него черенком ходит это обучение такое идут тебя подло кто звал сюда пришел я за тебя работать буду а бывает такой упор никакой упор значит скончается не выйдет он там тебя за ребра подвешивать будут ты будешь работать иначе в белый лебедь пошлют откуда уже не вы не вернешься какая-то трудно в чем трудность объясни буду работать будешь ответ верный поясняй что из чего ты начинаешь работать то что я видел там 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 в лесопилке говори я должен сейчас проверить или первая проверка и ты пошел на работу значит нужно выбрать подходящее бревно которое там лежит там если можно сучки ставил топориком ходит их видимо сучки он там срубает правильный ответ дальше в паре работают крюком подцепляют с одной стороны с другой это брюно которое не выбрали другом пультом он поднимать это бревно я не плюнул пульт на проводе пульт он руководит выше ниже вперед назад и у него там отходит башенный кран и бревно это не перемещают и кладут не знаю как назвать это там как такие шпалы перед этим ленточный пилот это не кладут бревно это да и закрепляет его как закрепляет там как бы такая вот ручка что ли сбоку там как-то ну с двух сторон призна сжимается в общем снизу одновременно с двух сторон одновременно делает я не на дядя к высоте ты не говоришь а если он выше будет он пилой по ней заедет и до свидания только брызги пойдут да не смотрит чтобы он лежал хорошо прямо и в общем крепят его в положении ты не заметил то что когда поворачивает они его или что-то с той стороны надо чтобы ровно было бревно если наклоненное то что будет он срежет сразу пол бревна поэтому он под него подкладывает там какая-то там щепка или что-то чтобы оно бревно примерно ровно шло и что начинает делать начинает они вот верхний слой срезать которые вот нужно они должны сделать из него как бы брус такой из которого они будут выпиливать нужной толщины эти доски они сначала сверху ну как я тебе дал задание сказал напиши еще ты видел дальше но не срезают вот верхний слой коры так дальше еще следующее на как бы там разного качества не выбирает какой-то срезает дальше ты не говоришь который стоит того и он прошел срезать и он сортирует у него лежат уже стопки да какое положить срезанный этот кусок то что-то он кладет а что-то отбрасывает это уже не говоришь да там нам еще одну станке парень работает он обрезать эти куски кого-то в отдельный мусор и сбрасывает там он не только выбрасывает он режет и что же упускаешь сколько режет на определенное время у него циркулярка я живу режет у него там циркулярка он там режет и туда бросают кузов куда-то или куда-то что-то бросает а что-то определенное кладет определенными уже по размеру ну и тем то которые были эти игры смотри как они идут каждую до строчки те которые нам ну на карателе работает трехметровые где-то и они несут и кладут все все ровно все на разные сорта и этом сколько видел сколько разных этих до штабелей то и он каждую доску знает куда положить сороковку к пятерке не положит этого ну иначе все это пропало у него сортировка мгновенная делается он тут уже перед он отцепь бигом положил развернулся тут думать некогда ты механически должен это все выполнять сможешь смогу сможешь а почему ты тут все наоборот делаешь вот я тебе показал вот это мы пилим клен воздействует столбушки на столбушке вот такие толстые а ты которая кривая это на дрова а вот эта длинная вот это на жерде вот всего три кучки то а у него примерно там 10 и ты не торопясь один не а тут его и не при мне непрерывно туда-сюда идет лента тут абсолютно некогда думать то он должен мгновенно отбросить он что-то отбрасывать что-то относит когда большой угол срезает где-то и ты дрова кладешь в эти я тебе говорю зачем ты кладешь со столбами то и откинул я маленько счета отвернулся гляжу ты которая дровяное уже жердям нужен зачем ты тут так делал я на глазах я говорю клади вот три группы всего только потому что дальше нам легче было лишь которые столбы мы их привезли отдельное место теперь шкурим а когда в кучу то где брать зачем ты теперь в одну кучу в разный не туда ложил то первый раз и честно говоря не понял как что-то не понял теперь я тебе заставил переложить туда ты ты теперь опять ложишь другое место как не понял тут всего три кучки там это длинная жертя на такая же как бревно там ну они мало но и дровина кривая не такого а ты явно что не столб ты стал а ты где стал были же туда кладешь и то есть и мусором сразу завалил боседовский второе когда мы с тобой там пилили я пилю ровно три метра а которая она на брусок то по длине бывает там три метра и 5 сантиметров я говорю ровно три вот сюда клади а это которая остается сюда ты сразу наоборот сделал теперь который туда сюда я говорю перенеси на место я тебе сказал второй пилим ты опять ты туда я говорю перенеси я сказал вот здесь трехметровый три метра повторяй за мной три метра а вот сюда кладешь там что остается от него третий ты снова туда я тебе говорю переверни туда четвертый берет и ты четвертый опять зачем ты так делал четыре раза подряд это не первый раз ну там тобой над тобой никого нету над ними никто не стоит он раз-два он сразу пошел так как еще буду робота что-то идиота дал мне тебя за хвост и в ямы все ты уже на дворе зачем ты это делаешь петру мамонова подражаешь по острову фильму дурь давить это работа это жизнь духоносные мужи тебе подскажут эти которые там улице трясут кадилом а у них лишь бы кадила в руках ходила самое зверское самое непокоривое самое жадных хитрое бесталанное в священники толкают сегодня это умышленно делает сатана и тебе все время предлагает там не годен тут не годен а в попытке самый тот что надо ты кроткий смиренный то есть безразличный хоть подохни хоть сгори хоть утони прошел мимо и не видел зачем ты объясни мне зачем ты четыре раза подряд меня заставлял говорить тебе перенеси ответ твой что она похожа на жертв не придется они там минута меняется то одну срезает одну другую третью и он должен увидеть какой он режет ему никто не говорит тот-то ему не будет кричать и петька я режу на три сантиметра дюймовка петька я на пятерку режу он не говорит ни слова ему ему показали вот 10 штабелей вот этот обрезная вот эта пятерка вот эта четверка вот это отходы а вот это вот там из него можно отрезать и он только непрерывно туркмен узбек ли какой-то но видно по обличке он не славянской вершинсти ведь еще ниже его что ли ему этому надо объяснять он и щурки зовут их как у да они не щурки он человек а привыкли возноси возносите щурки урюк там разное ты мне объясни зачем ты все время четыре раза подряд доски не туда ложил всего две кучки 2 2 не 10 2 и ты в двух меня все время заставлял я сижу не могу подняться и смотрю опять понес не туда никита ну верни туда ну зачем ты ты ни слова не говорят и смиренный ты хороший но единого шага не сделаешь без присмотра все эти пинать надо зачем это и при том берешься сам даже иногда вызываешься только дали мазать и ты мгновенно сел на колени не не потому что ты изобретательный а кто-то тебя делает заставляет ты не отвечаешь зачем ты делаешь 4 раза наоборот или забыл было это нет было но зачем ты меня испытываешь я испытанный уже но у нас работа стоит дорогой мой меня испытывать уже не надо не надо зачем ты это делал объясни четыре раза на расстоянии нести тебе три метра и на трех метрах ты четыре раза выворачивал не в ту кучку ложил это именно лес именно от них мы привезли я тебя даю туда но в десяти то пачках то у тебя в разбежку глаза пойдут глаза на 13 сантиметров будут отставать один от другого ясно дело что тот пилить от это не убрал и он оттуда глядит положил не туда чтобы мастер подошел на вы кого приняли то он тебя матом трехэтажный под задницу это это работа от этого зависит бухгалтерия у него начальник который все живут за счет этих досок а ты уже задержал а сегодня норму-то не выполнили какого идиота додали им нет он там еще матом тебя и все хорошо что тебя еще там грация не понужнут и со двора выгоните эту тварь падаль привезли мне сюда а я сказал хороший человек он еще не утащит да зачем он не нужно утащить не утащит ему тащить лень ты так и не отвечаешь мне зачем ты четыре раза доски в разные места ложил 2 пачки всего вот это и есть вот вчера 22 привезли володя мажет тут понятно все мы с тобой двое кое-где у него руки-то мазутная ты мне вчера такую бяку подстроил то я сейчас думаю как это все залезать ломик есть есть такая ломик зажимай доски я не обращаюсь я говорю ты чё же не жмешь то вот и вроде тебя вот это дергание лопаткой тыкать и все нажми и не отпускай я гляжу впереди там три доски а дальше то мне не видно сзади то где-то когда доски то все прибили глянула там щель в палец и и там при том доски прямые там ты не давил а то как же так никита да чё же получилось то да брак сплошной теперь отрывать отрывать уже некогда ничего нет и теперь как эту щель заделать я тебе говорил только воткнул землю ломом лом огромный лом такой рычаг то можно 20 досок зажать то а тут всего лежит пять досок я гляжу между доской которые ты жмешь а вот это ступила опять еще здесь когда мы дерево валили ветер дует в ту сторону я захватил веревку тебя крикну скорее помогать тянуть надо а ты дернешь назад дернешь назад да разве так тянут а если натянул не миллиметра назад только туда отпустил назад ветер пошел теперь размах и пошел туда ты мгновенно ответил мне что а я решил надломить где надломить какой когда ветер дует такая высота клёна он пушистый ветер его давит какой надавить нам нужно уже мы взяли мы уже маленько прошли центр теперь центр идет в эту сторону его нельзя отпускать мы вдвоем теперь тянем а ты в это время отпускаешь отпускаешь зачем отпускал нам уже назад его не вернуть он уже надпиленный вот-вот должен хлюпнуть то и ты меня поставил падает на дом на окна я переживаю у меня вся внутренность холоде а тебе нужно нет и спокойный ты хороший смиренный поп настоящий то есть трин трава подохните все все пьяницы все бетом собрались церкви разницы никакой нет батюшка накроет партуком и петрахилью все простил в головку поцеловал ну батюшку прислали нам такой до того он хороший приехал доходенький такой а сейчас бабки ему все не если он поправился теперь он с таким пузырем ходит и они радуются рассказывать батюшка то у нас теперь-то отец никита то вон какой хороший смотри ну его видно там какой он это твоя участь туда и ты не можешь ответить ни один вопрос почему ты вчера не нажал дальше прибили отрывать нельзя ну ты бы хотя бы идем дорога я тебя пытаюсь сказать никита еще дальше то делать и не делать что ты думаешь об этом деле мы идем домой уже в потемках в темноте не потемках а в темноте идем уже как у мусульман пост кассе можно есть когда черную белую нитку не разрешишь а у нас доска мазаная не мазаная черную доска уже не разрешаем даже не нитку а черная доска идем я спрашиваю что ты думаешь ты что ответил ничего ничего то есть полное презрение я тебя снова спрашиваю никита ты сделал такой брак огромный брак ты меня вода туда теперь проникает что ты думаешь так не мог добиться ничего нету это уже запредельно далеко я ведь добивающего ты бы сказал я не могу никогда такого не было подскажите я готов сделать у меня мысль была глины туда затолкать что сделать глину туда в ту щель к саманам в щель между носками глину ну вода то идет глина то еще на одну секунду только ты чё дурел соманом да какой там саман то расширять туда я тебе говорю можно взять вот как бывает иногда дранка толстая теперь ровным клином сделать но там всего метра на два с половиной то там может рубанком и туда ее потихоньку тогда гвоздиками прибить ты не говоришь я подсказываю тебе я говорил тебе говорили что ну говорил я шагами замерил и говорил а ты на это что да ничего тебя нету то есть разреженное пространство передо мною я тебе тогда показывает ты сделал брак его надо выправить прошу отрывать доски мы не можем уже времени нету в другом месте начали давить ломиком дави давит стоит я гляжу а ломик до доски не достает то чё что ну я решил вроде счета решил ты лежал жми и я его прибиваю теперь там нужно доски сжать по не по одной доске мы сразу он смолит 5 то есть на этом деле то ты уже упустил несколько операций дальше что по ходу дела стружку сметает который мешает движению этого станка то откуда их отметают стружки у нас потом рельсы такие рельсы чтобы если попадает у него там опилки там стружек то никаких нету то опилки называется то она поднимется выше миллиметра на 2 и он постоянно убирает постоянно вот он сюда гонит теперь назад теперь ты стоишь там на пульте управления рассказывай как ты спресс пилой будешь обращаться которая пиль там рот не развивай там она руку ногу от или даже не заметит как оно там действует я не знаю не видел с близко ну толкают и вижу принципе выбирать нужную высоту это ли лента которая пилы этой ты понимаешь ты по порядку гляди ты пришел включил бревно уже положили правильно закрепили его теперь ты туда снял сколько тот убирает этот который на пульте что делает возвращают прежнее положение сам пилу прежде не прежде но выше бревна да и что дальше обратно гонит обратно весь этот станок он 6 метров он обратно идет я подсчитал не мастер никто не знает какого примерно я тут же посчитал диаметр сколько раз заходит возвращается я говорю 15 километров он проходит день из них 7 километров за пятки а то ничего себе под общись так он давит нас какой силой еще они работают не знает как пришел мгновенно высчитала мгновенно тут ну минуты 3 я им уже до выдал да но они до того удивились а ничего себе вот это столько хожу да это в среднем иногда больше бывает ты бы стал высчитывать нет нет конечно зачем тебе это нафиг мне это нужно когда люди говорят нафиг они не знает фиг это фиговое листок смоковные листья прикрывает половые органы пошел ты нафиг это означает определенное что-то так что бойтесь этих слов дальше прошел ты один раз теперь второй средств сделал третий они делает брус какой брус какой брус теперь закрепляет он допустим снял когда первый теперь что он делает бревном мне переворачивать с другой стороны тоже делает плоским и но закрепляет его нужно не обязательно потому что он лежит на плоской стороне уже на срезанное лежит теперь по новому тешит снова также также возвращает а тот распределяет на на так где труднее стоять за пальцем или на эти на 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 пачке раскладывать я так и думаю на пачке которые раскладывать это тебе для тебя до труднее а тут так как раз еще и не надо думать только глазами гляди успевай куда там трудности на все время нажимает кнопку дошел кнопку поднял а если он назад повел а не поднял пилу сразу сломал при нас пила в них лопнула я сразу же спросил а сколько стоит пила понимаешь у тебя не в разуме нету ячейки ямочки куда бы закладывалась интерес вот я у меня сразу интерес а сколько вырабатывать они а сколько получают а какой лес бывает а почему от такого там расцветка леса друга я все узнал это вижу что бракованный черный нормальная доска и говорят киньте в сторону выбирайте выбирайте откинул все где-то у тебя нет этого совсем я тебя не прошу это дальше когда с этой стороны обрезали правильно теперь что делать нужно теперь с двух сторон обрезанный дальше теперь уже нужно нужную доску выпилить две стороны обрезали сверху снизу теперь доски выпилить да не выпилить и теперь снова поворачивает они на бок которые не оптесаны закрепляют снова ты сколько операции пропустил теперь снова начинает тесать и опять доводят когда пойдет без абзола и теперь снова переворачивать теперь уже без закрепления или закреплением и закрепление то вверху то внизу делают на место сколько операции ты пропустил сразу а там рассказывать тебе не будут не пойдешь работать но сегодня тебе представляется случай сейчас у володи очень трудно и там на тот идти передавать я с нему хожу ты один там закончишь дашь поднимать будут вдвоем то эти доски которые сбоку прибивать я сам не смогу прибьем я прибиву типа это прием прибьем дальше что но сама нам думаю это разберусь сам который нужно затолкать подожди вот сейчас мы с тобой прибью пришли ты видел в каком состоянии находится первое что мы должны делать сейчас там на вчерашнем костровом пруду вклотите доска то лежат доски уже в полностью покрыли низ надо их прибить так дальше примели там стояки эти вставить нужно как их ставить нужно туда вбить эти прутья железные куда в какое место вбивать ну куда забить то можно забить стену можем в каком месте там где уже есть отверстие пазы она еще не вырезана даже есть там ниши так теперь ниша есть теперь поставил куда и с какой стороны вплотную неплотную куда забивать какие штыри ну это не делал не сбивал не показать надо но ты же был все время рядом с нами то и я это не допустим он не делал не штыри какие вот такая арматура горящая ката на периодического профиля забивал сергей сергей сразу взялся начал делать ты же рядом был то что внизу убивают кто когда книжки благом это ниже уже забит на счет видео там где паре не видел как она как рядом было не видел вот эта беда твоя что ты ничего не видишь хорошие тебя глаза считаешь нормально а не видишь значит не сделаешь это сейчас делаю а как ты сделаешь бить надо с точностью там почти до миллиметра насколько ты его где будешь вбивать ты их в плотную к стенке туда вгоняется стенки а потом к ней уже хорошо ты к стенке сейчас прибил а доска вплотную к стенке мы вчера я лопатой подрубали стенку чтобы доска теперь ты вплотную стенки поставил еще дальше нет плотную стенку там нужно смотреть по ходу дела как не рассказать сразу как он не ты говори я пойму о чем ты хочешь сказать мы вчера доски которая 3 володя давайте положим он хорошо что сказал теперь снег туда не попал внутрь теперь доски только чуть подгоним он как прибить а в темноте уже не надо ладно потом прибьем мы их прибили доска буквально врезается в глиняную стену дальше ты сейчас пришел что дальше ну можно стоять и вставить посмотреть куда вставить стена вплотную глиняная стена под нее нижняя доска даже мы ее лопатой туда прогнали куда ты будешь ставить но там еще ниша есть ниша-то и здесь ниша где-то есть но они что-то теперь мы в нишу уже не море врезались в нишу то куда-то вы не что-то ее резать надо доска вошла прямо в эту стену глиняную это куда ты будешь ставить стояк ведь мы сколько пруд тут делали там да это больше десяти этих и и опять нету ты говоришь я пойду один но отдать тебя я с ним ушел а то значит что ничего ты там не сделаешь ты даже не знаешь куда стояки ставить их ставить нужно поставить рядом замерить и чтобы стояк зашел за доску туда ну конечно за доску то теперь еще повторять мои слова то я себя выдавливаю еще за доску конечно никто там уже есть вырезанные послы эти сколько раз прошу почему ты не говоришь как ставить надо громче говорить вам я не знаю я тебе говорю вырезать вот стена стоит вырезать стояк чтобы вошел туда и опустился за доску за доску которую мы прибили внизу стояк за нее чтобы глина давила и прямо уже на доску на стояк это ты не говоришь и ты не делать не будешь дальше прорезал нишу что дальше тебе нужно этот пруд туда в колоти же которым держать будет этот стояк то в землю туда в пол нужно вниз колотить его ну там там но в какое место ты ну назови конкретно где ты будешь но при понятии примерно в центр то вот это вырезанную которую мы вырежем туда и куда с какой стороны вот вырезали нишу она угольником была так сказать это вырезано прямоугольная там как как коробка вырезана туда повдоль то куда забивать с какой стороны вот это стена А вот это вот вырезанное отсюда, вот оно где. Ну вот вниз, сюда, ближе к стенке же. Он должен держать, привязать к нему нужно стояк этот. Не к стенке ближе. А где оканчивается стояк? Не к стенке. Там топором рубим, мы там расстояние вот такое больше бывает. Меньше оно не будет стояк, то я не могу ниже. Надо примерить, где он стояк и к стояку вплотную. Это ты не говоришь, значит ты не сделаешь. На какую глубину забивать? Ну или там уже нарезаны-то эти стояки. Ну нарезаны она вот такая вот, а стояк 45 сантиметров. Она нарезанная. Ну чего ты, да чего ты эти слова говоришь, нарезанная. Все знают, не нарезана она в бухте лежит. На какую глубину забивать? Не знаю на какую глубину убивать. Значит ничего и не сделаешь. Ты не можешь понять, что ты не сделал Тебя одного посылать туда нельзя Ты самостоятельно ни одной работы делать не можешь И ты в этом не осознаешь Если бы ты знал и сказал Я хочу научиться Я тебя за руку тащу Для чего это все делает Тебя пристроить куда-то На какую работу? На плотницкую Топора не видал Я пошел к каменщикам Скажите, вы можете принять? А что он может делать? Ничего не умеет делать Но кирпич может носить Но они постоянно кирпич меняют У него 20 конфигураций Они там делают В них надо разобраться и быстро нести Величина, профиль Это все меняется А каменщик, который подает Он на раствор мешает Ты раствор мешал когда-нибудь? Да вот последний раз весной прошлое это делал Сколько надо? Какая марка цемента существует? Не знаешь Сколько цемента? Допустим, еще марка 400 Портлан цемент Сколько надо? Какое отношение к песку? Вот у ости я был Я говорю, какое? Один к четырем А сколько извести? Ну еще добавляю часть песка Сколько? Еще одну часть Он делает дом литой там себе Он это знает Ты не знаешь Значит, учиться надо И записывать Когда мы это прибьем Теперь что арматуру? К ней привязываем Мало того, забивается вторая арматура Рядом Если он высокий Тогда высокий стержень Но пониже Немножко Этого нашего стояка Теперь к нему мы прибиваем Прибили Дальше что? Все, стенку мы поставили Что дальше будешь делать? То есть все мы уже сделали полностью А? Ну когда уже полностью коробка Ну здесь стенку мы вчера прибили Здесь стенка прибили Последнюю доску мы с тобой прибили Я говорю, все, ты говорил стенку Я ухожу к Володе на тот пруд Ты один остался Что дальше будешь делать? Дальше работа для одного Мы так вчера и не решили Как будем распирать-то вот эти стенки Ну? Как распирать? Распирать можно вот так пойдут Вот так Как распирать? На каком? На сколько? Ну высота стояков-то у нас не хватает Не везде, чтобы она поднималась над досками Я говорю, мы вчера не решили Как будем Ну никак не решили Не решили Надо решить Теперь Как распирать? Ну вот стоят стенки Можно стенки так распирать Они вот так будут А можно так распирать Вот так будут Как сделать, чтобы ровно были? Ну, прежде всего Нужен этот брус этот Чтобы был нужной длины Посмотреть Стенки стоят Мы по низу замерить должны И такую же высоту сделать вверху Одинаковую, чтобы прямоугольное было Почему это не говоришь? Не знаешь То есть ты это не знаешь Володя знает Он сделал замечание Говорит, а мы сделали-то не ровно здесь Я помню Ладно Мерить Как ты мерить? Чем будешь? Рулеткой или метром? Ни рулетки, ни метра у тебя нету Рулетку Володя забрал А метра нету Как ты будешь мерить? Ну, тогда подберу Что там есть Какое-то Не знаешь Ну, замерил ты внизу Дальше как наверх перенесешь это На брусок Бруска-то нету Он не прибитый Нужно так стояки Так распределить Чтобы это же Расстояние совпадало с нижним Ну, как распределить-то Когда внизу мы замерили Внизу мы уже закрепили Привязали там Арматуру Ну, одному это Трудно или невозможно Даже сделать Нужно там В три метра расстояния От одного стояка до другого Как я могу Как можешь? Надо, чтобы они оба стояли Никак не сделать тебе Это тоже операция тебе Не подвластна Когда внизу замерил А как? Вот две палочки Сейчас я покажу Конкретно Допустим Я вчера сказал Берите вот эту Которую сделали Взяли ее Ты вот упер ее Вот она в стенку Упирается Вот А второе Вот эту стенку Ну, а тут-то она сдвигается Вот она Видишь? Ее можно дальше Ближе Точно Все Теперь Никуда И теперь на общую рейку Которая есть На ней Ножовка лежит И замерил Все, мерка есть Теперь по этой мерке Тедешь И понял как? Не понял Вот эта стенка одна Которую мы установили Вот это вторая стенка Которую ты установил Сейчас с тобой Теперь Вот две палки И теперь мы ими Раздвигаем И упираем в стенки Ну, стенка-то вот где Вот она стенка-то Ну, я могу ее двигать Это же двигается Да Та плотно стоит Ну, это наконец Вот мы нашли Уперлась Вот это должно быть наверху Опять не доходит Доходит Будешь делать Я тебе одного оставлю Ну, не доходит ли Что это? Сразу не доходит У тебя доходит Когда впереди Кто-то тебе тает Доходит Я тебе одного оставляю Не доходит Вот тебе только это и надо Самостоятельность Чтобы ты увидел Что тебе надо спрашивать Записывать Я тебя спрашивал Дорогой сколько Ты почему мне ничего не ответил Вчера в темноте? Я говорю Что дальше делать? Какое у тебя внутреннее чувство? Почему не отвечал? Никаких мыслей не было мне Как это сделать? Ты бы ответил Виноват Не знал Не досмотрел Не давил Но я хочу выправить Ну, можно ли выправить? Хотя бы такой вопрос задал Уже бы я смотрел На вещи Что я стараюсь Не зряшно Ну, ты эти слова Почему не говоришь? Ну, это наша работа Ее приходят и смотрят Доски Ровные доски Между ними Палец лезет Сдавить не могли А что это у вас такое? Я ничего не могу сказать Там просто надо Афишу сделать Здесь работал Никита На всех бракодельствах Печать поставить И крупным планом написать Здесь работал Никита Тебе понравится? Нет Нет, не понравится Это увидит мама, папа Здесь работал Никита Где Никита прошел Мертвая зона Почему? Никогда не работал Дальше Ты вверху Теперь закрепил их Что дальше делать? Распорки Следующая операция Ты один там сегодня Что дальше? Я не знаю, что дальше Вот и все А говоришь А я сделаю Да не говорил я такого Чего вы взяли Что я сказал? Когда я сказал? Я так и понял Что ты меня отпускаешь К Володе А сам остаешься Неправильно вы поняли Не понял Вот это понял Так, вопрос Вчера, что вещей Почему не спрашиваешь Как заделать? Как заделать, Вчера? Я тебе сказал Это может сделать Вытесать Твоя рука Найти тоненько Где-то Отщелилась От доски Или вырубить Протесать ее Сделать ровную На щели Как она на нет Сходит И туда ее Теперь гвозжками С двух сторон Все Теперь ее замажет И Сделаешь Двухметровый клин Сделать Два метра клин На нет Чтобы свел Ну а здесь там Полсантиметра Сантиметр Нет, я не сделаю Не сделать Клинышек не сделать И теперь сам Приговор себе сделай Куда я тебя могу Зимой пристроить? Сам ты не устроишься Я-то ведь не знал Когда ты ехал Что ты ничего Ничего не умеешь делать Совершенно Там Заправлять самолеты Ты говоришь Был их В аэропорт тебя устроить Пойдешь Вы меня устраивать будете Я тебе не отправлю Я тебе поговорю Я зачем пойду туда Я в этом не разбираюсь Но ты что-то делал Говоришь Где-то самолеты там Поднимал Или опускал Или заправлял Ну не заправлял На что ты делал там Ну это долго рассказывать Колеса чистил там Подметал И колеса чистил там Ну ну Сходить в аэропорт Съездить туда Впереди зима Надо работать Ты согласен Что работать надо? Надо Ну а А кто тебя кормить-то будет? Этого нет? Значит Ты сам определяйся Где ты будешь Ну утром встали Я тебя кормить не буду Зачем мне это нужно? Не надо это Кто не хочет трудиться То ты То ты не ешь То ты не ешь Значит ты без еды Не проживешь Есть ты любишь Вот мы сегодня Прошли маленький урок Так скажи Что ты сейчас думаешь? Тебе не нужен был этот урок? Суровый? Нормальный урок Нормальный Нормальный урок Это такой Когда ты все это запишешь И скажешь Работать самостоятельно Не могу На самой низкой работе Не могу Мне все время нужно Чтобы Ну две операции И при том Четко выполнять Многократные повторения Чтобы было Это на стройку носить Обломки кирпича Или кирпич Пока я больше не вижу Или на улице Там ямы заравнивать Я думаю Ты бы смог это сделать Там все равно Несколько тысяч заработать За месяц можно Но это идти каждый день Каждый день Без пропуска Там маты Тавакуры Все это твое Согласен? Согласен Урок окончен Поблагодарим Бога Молись своими словами Слава тебе Христос Бог наш Просвети в этот день Наш разум Умудри меня Господи Как окончить этот день И работу Уполнять качественно Даруй мне разумение Остроту ума Силу Скорость Всем Моим Учителям терпения И умудри Господи Как им меня наставить В жизни Молитва заканчивается Какими словами? Аминь Аминь Ты еще никогда не молился Своими словами? Молился Молился Ты прославь Бога И попросил ума Это очень хорошая молитва Но говорит Простолюдин Который не знает Как скажет Аминь То есть Твоей молитве Я уже присоединиться не могу Потому что Ты ее не назвал истиной Это истина Ты истинно Желаешь Таким быть Вот это А в Аминь Все вкладывается Люди понимают Аминь это конец Аминь Говорят пирожкам твоим Сгорели Аминь Это значит Да будет так Это истина так Ты сегодня Должен быть другим Ты возьми с собой бумагу Как только что-то Где-то свободное время Расчеркнул Чтобы не забыть Где-то для себя Вот вчера только говорили Где-то Гляжу Ты уже опять Володя меня выглянул Оттуда Вы ходите Тут мне мазать надо Вы с грязными ногами Я оттуда вымелся Готово дело Гляжу ты опять Зачем же ты залез Опять Глина Там можно отшоркать Только скажем Повернусь Опять доску беру Ты стоишь Ну бери тот Конец Мне все время Надо толкать В паре работать Невозможно А один совершенно Негоден Ты пойми правильно Что Ну ты Погубил себя И тебе надо Из этого состояния Выйти Тебе какой-нибудь Валерий Там Мельник Там Из Германии Который Пусть он с тобой Работает А у него Одно такое Свои сектантские Суемудрия Там Высовывает Где-то О Христе Слышал А какое отношение К Христу Секта имеет Вообще Понятия не имею Попы Там вокруг тебя Пляшет Попы Тянут тебя В семинарии И прочее Какая семинария Когда говорит Ни для себя Ни от себя Не может убрать Ты сурово Отнесись к себе Просто беспощадно Самого себя Томи Я объявлю пост Буду молиться Я таким не буду Я должен быть другим Мы В лесу гуляли Там На Булыгина И смотрим Мужчина один Из-под земли Вылазит Снег Все И он из-под земли А там кладбище Вот это да Воскрес мертвый Ну мы поговорили И я сообщил В редакцию Я говорю Вот такое дело И журналист И сразу влез туда На кладбище Булыгинское Там два мужика Судьба такая Или что-то У них квартиру отняли Или что-то было Там в плену один был Вернулся А жена все распузырила Он говорит А я тут долго не буду Мы выкопали яму Прикрыли там ветками Ну ночевать можно где-то Но сейчас зима правда трудно Где-то в теплотрассе придется Вот от товарища у меня Это он пропащий Но я все время Каждый день бегаю Ищу на работу Кому чемоданы поднести Там уголь разгружают Я все время откладываю Я все равно Квартиру себе достану Я куплю Я маленький домик найду Я сам строитель То есть с этим я не согласен Это временное положение И к церкви Просить милостыню не буду Я каждый день зарабатываю А он ходит К милостыню просит Двое В яме В яме В окна В яме Нашли лопату Выкопали Залезли под землю Понял Вот как люди Выбиваются В люди то выбиться Это не просто так А то у тебя Вишь отец Мать Грамотно У нас Тятя наш Мама Вместе Пол класса не кончили Я 10 классов Кончил Не пойду учиться дальше Куда Лошадей пасти Я люблю лошадей Уже пасу Отец меня стащил с коня То есть Сказал мне Сынок Иди учись Дали мне Три рубля Езжай Все Иди работай Находи Я пошел уже Искать где Кому Что сделать Чтобы пропитаться У меня ничего нет И все Поступил в институт Сдал экзамен А дальше перевелся В техникум Ну и дальше уже Жизнь пошла А теперь Ко мне уже приезжают Три сестренки Меньше Нас 10 человек в семье Они у меня живут Теперь обихаживаем А Учатся-то как Двойки Деревня Сразу жена берет Русский язык Литературу Я взял математику Физику Там это что Они преподают Там геометрию Иностранный язык Тройки пошли Прошло два места Четверки Пятерки Так она в уме Квадратное там эти Исчисление Двузначных чисел Вот так вот считает То есть я не согласен Что моя сестренка Учится на двойке Вот установка Прямая А вторая сестренка Валентина В детсадик Устроил там работать Нянечкой И одновременно там Учится Я не знаю сейчас как было Мы должны Протест заявить Тому обществу Которое сделало нас такими Не давали возможности жить Мы вывесим люди Мы будем другими Я приложу все силы и старания Чтоб Божий дом опять восстановить Это стихотворение есть Кажется Храпову приписывает Земля тряслась Волною колебания Было прокинут Город Ашхабад В развалинах Оставшиеся здания Об этом и сегодня говорят Об этом говорит Мечеть туркменов Зияющие раны Обнажив Здесь многие Уж были Несомненно И доставали здесь Карандаши Стена Щернеет В именах И датах То экскурсанты Записи вели Мол были здесь Такие-то Тогда-то Да были Посмотрели И ушли Я лишь одну Из надписей В мечети До этих пор Мог в памяти Хранить Вот строить Научусь И стены Эти Я постараюсь Вновь восстановить Такое вот стремление И желание Должно присуще Быть сегодня нам Отметили Большое колебание Сейсмографы Господни по церквам Вон там видны Проломы В Доме Божьем А здесь Сошли с фундамента Столпы И гнется Трость Предутонченной Ложью И вновь Христос Схулится Средь толпы Ооо Как нужны Теперь нам Христиане Которые могли бы Повторить Я приложу Все силы И старания Чтоб Божий дом Опять Восстановить Такое вот Стремление И желание Должно присуще Быть Сегодня нам Нам Поменьше Б тех Что нужно Поменьше Б тех Кому одно лишь Нужно Чтоб в списках Общин Счислились они Вот это Мы Числимся Христианами Числимся Верующими И никуда Не годны Вот это Пример Измени Обстановку Переломи Ее Я приложу Все силы И старания Чтоб Божий дом Опять восстановить Божий дом Это храм мой Я восстановлю его Я разовью Хоть немножко Это компьютерные игры Что больше всего Блуд Седает мозги Ничего нету Компьютерные игры Это сегодня Ну главное И наркотики Вот теперь Три причины Я знаю Которые мозги Полностью Атрофируют Я не буду таким Я молюсь Господи Каждый день О прибавлении ума Я каждый день Молюсь Господи Помоги мне Обнаружить И умножить Мои таланты Дарованное тобою А мне 77 год И для всего Пошли мне Добрых помощников Наставников И советников Я вчера Там свидетельствовал Сколько было У них там В конторке Дал им визитку Эту Изменить отношения Ты желаешь это? Желаю Все Возьми себе Карандаш Бумагу И как-то В свое время Записывай Что делать Вещь им Давай отчет Сам себе Перед Богом За стол Помолимся сразу Господи Благослови нас Вкусить дары Твои святые И освети их Словом истины И молитвы Не пройдим Мои нищих Сиротов Одиноких Пошли им Так же Все потребное Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Благословен Господь Который Давным Сегодня Большой Урок Что бывает С человеком С храмом Божьим С душою Когда они В забвении Вот представь себе Если это Храпов Написал Он 29 лет Почти отбыл В лагерях Это какой у него Дух был Какая крепость Чтобы Такое стихотворение Написать Это Гимн Настоящий Поменьше б тех Кто смотрит Равнодушно На раны Церкви В тягостные дни Поменьше б тех Кому одно Лишь нужно Что в списках Общий Счислить Они Тут никакие Таинства Ни причащения Ни крещения Не поможет Как златоуз Говорит Я не бог тебе Не поможет Если ты сам Себе не поможешь Поменьше б тех То есть их Очень много Кто смотрит Равнодушно У тебя главное Качество Это равнодушие Безразличие Упало Не упало Ты вчера Я пошел И сказал Сделать вот эту работу И боленько Повозили Ты бы стал Вчера утром Рано Возить Столбы сюда Инициатива Твоя была бы Нет Теперь Которая немного Выдвинулась Ближе к дороге Я сказал Немедленно туда Перенести Ты стал бы Вносить Которые на дрова Нет Жерди Которые на две Пачки разбиты Ты стал бы В одну складывать Теперь вокруг Здесь Ты шел И говоришь А вот эти Большие Не вышибал Я говорю Мы их спилили Мы вручную спилили Ты бы Стал их теперь Искать сюда Принести Спилили Упали И все Ты стал Пошел Больше не вспоминаешь О них Почему Это наша территория У Надежды Васильевны Там самые длинные Которые Витя спилил Мы их распилили Раскрежевали И тоже Тоже надо толкнуть Толкнуть Все время Надо тебя толкать Ты не отказался Ты пошел Ты взял Ну дальше принес Стал Все За каждым Бревнышком Надо посылать И говорить Не годится это Ты должен быть активным Найти свою нишу Твоя ниша здесь Ты понял? Теперь дьявол Может накручивать Единственный выход Это сбежать Дверь открыта Мысли приходят такие? Нет Ну благословен Господь Еще Он не успел Тебе наклюкать Найдется еще Какой-нибудь Поп И начнет тебе Гориста мозги пудрить В монастырь тебе Алексеевский Или куда-то Их таких попов Пруб пруди Как говорит В шейногашнике Совершенно безбожные Залезли туда Они До 30 лет Рукоположенные И он понятия не имеет Зачем он туда залез Мстительная бездарность И крутятся в моей колокольне Лезут в мейлру везде Зачем? Я к вам не захожу Выискивают Кто у меня друзья Им капает Игнатий плохой Уходите оттуда То есть у них больше ничего Волки бешеные И ты Прислушивайся к ним Их всех загонять Только в черный список И не подпускать близко И молиться они Больше ничего нельзя сделать Более ярых врагов У Златоуста не было Никого не боясь Одних епископов Представь себе В горах А они Епископ Форетри С монахами Залегли и ждали Когда Златоуста везут в ссылку Чтобы уничтожить его Это Вообразить нельзя Едва-едва Не погиб Когда ослы споткнулись И где-то вон там В какой-то крепости Даже воины Притарианская гвардия Гвардия И говорили Лучше попасть В руки И саврянам Ну эти Разбойники там были Чем этим Лютым монахам Третий том Творение Иоанна Златоуста Богу слава